Друзья, добрый вечер, с вами опять Катя. Сегодня я решила записать два репортажа. Второй я назову «С миру по нитке». Я вас приветствую, как всегда, из нашего города, из Кенчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Почему я решила записать сегодня из центра города? Но уже сейчас половина седьмого вечера, чтобы вы посмотрели на людей, которые меня окружают. Сейчас уже с шести часов все обязаны, те, которые находятся на улице, носить намордники. Но чтобы мне не приводить вам голословную статистику, вот я буду вот так вращаться, как Юла, за что вы меня ругали. И чтобы вы имели возможность самостоятельно оценить, кто как. Так, друзья, меня сегодня напугали два раза. Я два раза сегодня орала, орала. Первый раз я сегодня орала в супермаркете в нашем. Извините, что я надела очки, потому что еще достаточно яркое солнце. Почему я орала в супермаркете? Потому что когда я пошла делать покупки сегодня, меня напугал мужик. Значит, я зашла в кошачий отдел, чтобы Данечке купить вкусненького. И просто вот так вот, лицом к лицу, я столкнулась с мужиком, на котором была надета вот такая вот штука. Я не знаю, что это такое. Но это выглядит страшно. Это выглядит катастрофически. Я понимаю, что они на рекламе пытаются это сделать как-то посимпатичнее. Но это было, это уродство самое настоящее. Я начала орать, потому что этот вот кошачий отдел, он у нас немножко в стороне находится. И вот мы прямо с ним столкнулись вот так вот, нос к носу. И он от меня отскочил. Я сказала, что я еще, слава богу, что я вам глаза не выцарапала от испуга. Говорю, что вы такое на себя задрянь, какой-то дуршлачок на себя нацепили. Вот, и он на меня косо смотрел, и я на него косо смотрела, естественно. Вот, потом я пошла в бассейн, и, значит, людей было достаточно много. Одна дорожка, два человека. Один в одну сторону, другую в другую сторону. И вот можете себе представить, я в бассейн залезла, смотрю, женщина, ну, на соседней дорожке с ребенком, в розовом купальнике и в маске, в розовой, под цвет купальника. Она ребенка учила плавать. Ну, в общем, я плыву, плыву брасом. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И вижу, что навстречу мне, по моей же дорожке, но рядом, плывет мужик, плывет кролем. То есть вот так вот голову поворачивает. И прямо идет на меня. Я так в сторону подвинулась, смотрю, он тоже двигается. Я в последний момент крикнула. Я говорю, мужик, куда прешь? Он голову поднял, и он был тоже в наморднике черного цвета. У него были черные плавки, я потом под водой видела. И под цвет плавок у него был намордник черного цвета. Я не знаю, как он в нем дышал. Что такое кроль? Причем он плыл не по дворовому, он плыл по взрослому, с погружением. И он был в наморднике. И он меня напугал. Я заорала. Он говорит, что случилось? Я говорю, меня напугали вашим намордником. Как все должны носить с сегодняшнего дня, вечером все. Я говорю, вы с ума что ли сошли плавать в такой гадости? Ничего, не это, поплыл дальше. Вот. На аквайробику. Сегодня у нас была аквайробика. Я вам рассказывала в предыдущем видео, что у нас соседи, они американцы. Он военный, тупой, здоровенный, контуженный. Он уже в отставку ушел. И у него... Он там в Югославии воевал, в Ираке воевал, в Афганистане. Отвратительный тип. А жена у него святая. Но это, как говорится, в разных селениях разных стран есть святые женщины. Она хорошо говорит по-итальянски. Она учительница английского языка. И у них сын, он тоже военный, пошел по стопам отца. И она мне рассказала ужасную вещь. Да, они вернулись. Она прилетела военным самолетом. Уж пока в Америке, но должен вернуться. Что у них в части военной, где служит ее сын, заставили весь офицерский состав. Он относится к среднему офицерскому составу, я поняла. Встать на колени. И там солдаты, младший офицерский солдат. А состав, не важно как, встать на колени. Сказать перед кем. Именно так. Но видите, здесь цензура, здесь нельзя это слово. Поэтому еще раз. И сказать, извини, попросить прощения. Она говорит, мы в таком ужасе. Мы в таком ужасе. Но мне и мои подписчики об этом рассказывают. И Женя, моя подруга, с которой я училась в одной группе в институте. Она живет в Сетле, работает врачом. Она мне то же самое рассказывала. И что это практически во всех городах происходит. И теперь, если ты это не делаешь, то, в общем-то, могут и побить. И полиция не вмешивается. И сегодня нам очень не повезло с акваробикой. Потому что наша Катя, наша тренер, вы ее видели, если смотрите мой канал. Она не пришла. Но я понимаю, что, может быть, она в отпуск уехала. И прислали замену. Я не знаю, откуда она была. Это тренер из Эритреи или из Эфиопии. И она притащила музыку в свою народную, вот эту барабанную. Барабам-барабам-барабам-барабам-барабам-барабам-барабам-барабам. И то, что она изображала, это ничего общего не имела с акваробикой. С этими элементами, с группой элементов, которые обычно предлагают. Ну, я ей сказала. О, вот смотрите, уже нацепили на мордники. О, идет молодец. Придурок. Вот пока такие придурки у нас будут ходить, у нас, в общем-то, мы никогда с этой проблемой не справимся. Ну вот, я вылезла из воды. Я говорю, я пойду сейчас на нее пожалуюсь. А вот эта американка, она говорит, а я боюсь на нее жаловаться. Я говорю, да прекрати это. Пойдем сейчас вместе пожалуемся. Я скажу, что я и музыку... Ты говоришь, тебе нравится эта музыка? Нет, говорит, не нравится. Я говорю, ну раз не нравится, зачем мы должны ее слушать? Я пойду сейчас и скажу, что мне не нравится. Я не хочу это слушать. Вот, поэтому, пожалуйста, пусть уйдет отсюда. Нам дадут нормального тренера и так далее. Она боится. Она говорит, особенно молодежь сейчас боится, что им мозги промыли. Да, и еще я хочу вам рассказать последнюю новость с миру по нитке, что у нас сейчас собирается марш матерей. И они пойдут из Генуя, они пойдут в Рим пешком. И по дороге к ним должны будут присоединяться другие матери. И таким образом весь этот марш, живой марш, должен будет дойти до Рима. По-моему, они планируют время быть 27 числа, 27 августа. Почему? Потому что сейчас Конты... Я больше по-другому не могу говорить. Именно Будак. Он сделал такой указ вместе с аспиранцией, с другим таким же, что если, допустим, малыш в школе заболевает, ну как там, носик у него там засопливился, кашлянул. Это с каждым ребенком бывает. Что ты не имеешь права, школа не имеет права, преподаватель звонить матери или отцу, они должны сразу вызывать АЗУ. АЗУ это, ну, отделение не скорой помощи, а поликлиники. Вот. И этот ребенок изымается из школы АЗУом. И на изоляцию его отправляют. То есть вот представьте на секунду, мама пришла домой, или папа пришел в школу, или мама, или папа, вот, и забирать малыша. А малыша нет, его забрали на изоляцию, забрал его АЗУ. Что с этой матерью может произойти? Я не знаю. Я не могу даже себе этого представить. Я бы сошла с ума, наверное. Я бы сошла с ума. И где искать, ты не знаешь. Вот. То есть они делают так, что дети больше вообще не наши, абсолютно не наши. Ребенка забирают. Все. И ты ничего не можешь сделать таким образом. Можно сойти с ума. Вот если, допустим, неустойчивая психика, не стрессоустойчивая такая женщина, она придет домой и наложит на себя руки. Вот. И вот этот марш матерей, он пойдет в Рим для того, чтобы этого не происходило. Потому что это невозможно, чтобы это происходило. Но пока вот эти придурки будут ходить в намордниках своих, в общем-то, всегда будет повод у местных властей это все безобразие продолжать. А я смотрю на их намордники, я их ненавидеть начинаю из-за этого, из-за того, что они так прогибаются. У нас жарко. Ну как, не то, что у нас прямо там очень сильно жарко. Но все равно. Какой вирус? Какой грипп? О чем мы говорим с вами? Ну, в общем, вот матери будут, они таким образом за своих детей бороться. Потому что они сейчас пытаются проводить разные эксперименты в разных школах и так далее. Будем надеяться, что это они смогут, конечно же, преодолеть. Но вот каждый раз хуже и хуже. Все как придумывают и придумывают. Вы знаете, я все-таки прихожу к такому выводу, что нами управляют больные люди. Нами управляют люди, которых надо лечить галлоперидолом. Психиатрия. А они каким-то образом оказались власть придержащими. Вот. И еще требуют, чтобы мы, вся планета прогнулась под ними. Вот что произошло. И это кошмар, конечно. И вот мне кажется, что все вот эти наши лидеры государств, которые готовы за сумку за 80 тысяч евро продать весь свой народ, и даже детей, детей в первую очередь, детей не трогайте. Они детей трогают. Они жалко, что отменили смертную казнь. Потому что мне кажется, что если бы вот такие вещи будут происходить, и мне бы там сказали, допустим, возьми конты. Мне кажется, я бы сделала бы. Если бы мне сказали, сможешь расстрелять конты, я бы сказала, смогу. Я не хочу стараться выглядеть хуже или лучше, чем я есть. Вот я вам показываю людей. Смотрите, видите, кафе потихоньку занимаются. Но я бы это сделала. Детей, беззащитный ребенок взять и забрать. Я не знаю, как это вообще, кто это сможет сделать. Кто эти службы, которые смогут это сделать. Вот, вон еще одна хрюня идет. Вот эта вот, о, тоже черненькая маска. Тьфу, противно смотреть на все на это. Ну, в общем, вот так, друзья. Спасибо большое, что смотрите. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok